здравствуйте эта программа открытый диалог и сегодня она будет посвящена инструмента который все мы прекрасно знаем он ну совершенно необычно передает в общем-то наверное даже нашу душу с вами славянскую и в любом случае этот инструмент всегда присутствует в народных коллективах на этом инструменте учат играть детей но так или иначе этот инструмент все равно ассоциируется прежде всего наверное с россией почему и так ли это мы узнаем сегодня сегодня у валерий александр калинина виртуозного балалайчника преподавателя детской музыкальной школы номер два городского круга люберцы по классу балалайки и руководителя оркестра русский лад вот скажите в александр это правда что вот прямо балалайка и россия это единое здравствуйте ну да балалайка она ассоциируется с россией тут нигде больше нет но я так думаю что балайка она передает русскую удаль искрометность и главная непредсказуемость русской душе то что никогда не знаешь иностранцы до никогда не знают что русские могут выкинуть а я скажу больше русские не знают что они могут выкинуть следующий момент тем более три струны всего три стороны вот давайте сразу же балалайка у нас к рояль не только в кустах а уже моего искусства вытащили в виде балалайки начнем с комаринской да правильно чтобы немножко прозвучал у нас балалайка и мы настроились на этот лад поехали и Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Да, аплодисменты, я думаю, сейчас раздались везде, кто смотрит нашу программу. Валерий, вот скажите, ну не зря мы говорим о том, что это виртуозное владение инструментом. Когда первый раз-то вы познакомились с балалайкой? Когда вы вообще потрогали инструмент? Ну, если сейчас говорить, что люди начинают учиться, родители говорят, очень нужно рано, в 6, там чуть ли не в 5 лет. У меня получилось так, где-то в 11 лет. Да вы что? То есть в 11 даже не знали, что на балалайке? Ну, самое удивительное, что потом, когда я был в училище, приехал домой, пришел к своему деду и начал играть на балалайке. И он вдруг говорит, вернее, ну-ка дай мне балалайку. И вдруг начал играть. И там такие коленца начал выкидывать, я просто обалдел. Я говорю, дед, ты что играешь на балалайке? Он говорит, да. Я говорю, ты что ж мне никогда не говорил? Да ты не спрашивал. То есть у меня дед, он был такой краснодеревщик, он по дереву был и сам и все строил. Так еще и на балалайке играл, еще сам их делал. Только он их делал из березы. Вот из клёна делается корпус, а он делал из березы. То есть дед, вообще дед у меня уникальный. Он прошел три войны, финскую, на Ладоге возил хлеб и потом еще на Холхенголе воевал. А двоюродный мой дед живет в Севастополе. Он 26-го года рождения, ему сейчас 97 лет. Да вы что? До сих пор, да. Тоже на балалайке? Военная морская пехота. На балалайке? Огромного роста. Нет, он на балалайке не играет. Это родной дед, родной брат моего деда. Вот, и я вот удивляюсь очень, конечно. Ну, значит, видите, значит, и вам придется долго жить, долго. Да, 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 да. Но вот получается, что вы сами, того не зная, может быть, вот этот какой-то дар передался, да? Да, я думаю, это вот, да. Не случайно. Вот я в этом году ездил опять к себе на родину. Ага. А это был отец моего товарища, парня. Я говорю, что это такое? Он на балалайке играет. Я говорю, а покажи. Мы пошли с ним на второй этаж, он достал. Я как увидел балалайку, и все. Прям загорелся. Даже еще не слышал звуков. Ну, уже, да? Да, и начал. Он меня потом научил играть там чуть-чуть там. И потом я уже сам начал. И в этом году я приехал и также взял инструмент, вышел на ту же лавочку, сел и начал играть. И ко мне подошли наши дети дворовые. И вот там была Рома и Вика, там они, брат с сестрой. И в этом году я узнал, что Рома пошел в музыкальную школу на гитару. Ну, вот видите. Вот это вообще здорово. На струнный инструмент. Да, вот передается. То есть у кого-то есть, тот и продолжает дело. Это нужно... Он обязательно где-то, обязательно столкнется с этим. Не я, так где-то он услышит. Ну, вот вообще струнные инструменты, да, их довольно много. Да, и вот в ряду этих струнных инструментов балалайка у нас где стоит? Балалайка? Ну, она, не знаю, это вот как символ. Не знаю, она... Считается, что самый сложный инструмент – это скрипка. Так. Это из струнных. А самый сложный инструмент – это голос. Потому что человек сам поет. Да, да, да. Это уже наша одна струна, натянутся. Да, но у нас в отношении голоса и инструмента совершенно разные вещи. Голос, когда песню поет, он... Там слово задействовано. Да. А инструменталисты – без слов. Мы защищены от слова, как в Библии сказано. Каждое слово сказано... Есть же люди, которые... Договорите библейскую истину? Да. Каждое слово сказано – это ложь. Мы защищены от этого. У нас нет этого. И поэтому... Ну, вы музыкой передаете все. Да, без слов. Но это... Поэтому вокалистам очень сложно. Но одновременно играть и петь... Словами и сюжетом. Ведь это же тоже нормально. Играть и петь... Ну, можно, да. Частушки поет. Вы не поете, например? Ну, я нет. Я нет. Только играете? Я только играю. У меня, кстати, вот дед играл, а бабушка пела. А, ну вот, кстати... Пела и пританцовывала, да. Вот, как под каблук она говорит. Я... Почему он так играл-то? Они же там неожиданные какие-то ритмы выбивают, а он это все играл, а я никак не мог понять. Я там, как меня учили, там Сенкова, потом по тактам размечал, а это все не входит. Это все со слуха. Я вообще считаю, что детей нужно учить вначале без нот. То есть первые полгода их просто надо заинтересовывать своей игрой. Вот был такой гитарист соцкий. Он вообще, когда подрабатывал там, он учил вообще только без нот. Пока ты не привешь интерес, пока он сам не загорится, никогда... Дальше посмотреть уже грамоту. Не поможет грамоту, да. А вот когда он загорел, загорелся, тогда он уже инструмент себе купит, и он сам у тебя будет потом просить сыграть это, а как это пишется, это уже потом. Вот это самое главное. Ну, кстати, балалайка, насколько я понимаю, представлена даже в некоторых оперных произведениях наших, там Учайковская. Да, Учайковская, вот как раз Комаринская это есть, балет Петрушка Стравинский. А как они там на Западе могут воспринимать балалайку в опере? Они чем-то заменяют ее? Есть там еще люди, которые... Ну, почему скрипки? Скрипку мы же в переложении играем скрипичные на балалайках. Ну, конечно, это все равно не то. Все-таки балалайка есть балалайка. Есть вот компьютерные балалайки, такой звук, но это не то. Это просто такое колебание звуков, но это не то. Все-таки настоящее тремоло там. Все равно это не передать нельзя. Все-таки живой звук его не передашь. Ну и вот этот бой. Бой какой-то. Бой, да. Сразу хочется в пляс. А вот грустить может балалайка? Конечно. Эх, да. Да, вот видите, может грустить. И грустить, и веселить. А вообще об инструменте. Сегодня вот вы рассказывали, что ваш дед даже делал балалайки. Это вообще штучный товар. Ну, понятно, гитара. Да, ладно, есть русская семиструнная, есть шестиструнная гитара. Но их как-то много вроде бы. Я уж не говорю про электроинструменты. А вот чтобы подобрать инструмент такой, чтобы из правильного дерева, чтобы правильно звучало. Да, у нас в Москве есть наша головная академия имени Гнесинах. Так. При нем есть училище. Вот каждые два или три года, в зависимости от того, сколько набираются мастеров, проводится конкурс мастеров балалайк. А, есть такой. Вот в этом году, да, был конкурс. Как раз мы туда и попали. И в этом году было очень много мастеров. То есть там, наверное, 20 или 30 дипломов было за инструменты. И я сам смотрел эти инструменты, сейчас качество очень хорошее инструментов. Сейчас они делают не раньше, как вот по линейке там выстроили, а они сейчас как-то компьютерную подключают технологии. И они вымеряют очень лады. 3D. Ровно-ровно, да. Вот, то есть, чтобы строй был ровный. Инструменты, в смысле, материалы очень хорошие делают. Ну, конечно, они не дешевые. Вот, но... А из какого правильного дерева должна быть? Ну, как вот, корпус делается, клён волнистый. Здесь гриф из чёрного дерева лучше всего. Накладка чёрного дерева. Но если кто-то там сэкономит... Вот у меня, например, из Палисандра. У меня балайка Емельянова. Это считается очень хороший мастер. Вот, буквально он... Я заказал последний инструмент, и вот через некоторое время он уже старенький был, дядечка уже потом умер. То есть это даже такой у вас знаковый инструмент. Да, у меня инструмент очень хороший, Емельянова. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернёмся в студию. Напомню, что у нас Валерий Калинин в студии, балалайчник, виртуозный балалайчник, преподаватель детско-музыкальной школы номер 2, городского круга Люберцы по классу балалайки. Вот об этом мы сейчас во второй части поговорим чуть больше. И руководитель целого оркестра «Русский лад». Узнаем, что это за оркестр такой. Так что дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Валерий Калинин у нас в студии, виртуозный балалайчник, преподаватель детской музыкальной школы номер 2, городского круга Люберцы по классу балалайки. Вы пришли в детскую музыкальную школу. Давно пришли? Почему? Потому что всё-таки одно дело человек сам играет на инструменте, а другое дело он учит кого-то, да ещё маленького. Ну да, учить это самое сложное. Дело в том, что я закончил училище Гнесинской, нашу академию. Сейчас академия называется. Это вы профи. Раньше институт, да, назывался. В 91-м году, страшно подумать, давно, как будто вчера. И, соответственно, как концертный у нас там в дипломе. Концертный исполнитель и руководитель там оркестра самодеятельного. Ну и так сложилось, что 24 года я был на сцене как исполнитель. В разных организациях играли. И в оркестрах, и в «Гжеле». Я играл в «Мума». И вот мы в «Газпроме» работали 6 лет, ездили по всей России. Ну, то есть, вы гастролирующий такой был. Да, ну, это здорово. Четверть века практически, да, 4 года. А потом как-то уже, не знаю, то ли время пришло. И вот связался. Время мне уже подсказало, что здесь у себя дома музыкальная школа. Какой-то опыт нужно передавать детям. И пришел в музыкальную школу, вот при ДК, она вторая музыкальная. Сейчас у нас отдельное здание на Смирновской, дом 5А. Вот. И набрали класс, балалайки. И вот восьмой, по-моему, год уже я преподаю. Как это вот преподавать? Как вот научить? Во-первых, любого ребенка можно научить. Ну, у нас отбор же идет. Ну, хорошо, отобрали. Да, отобрали. Потом приходишь, первый урок смотришь человека, как он заинтересован. Пальчики, как работают. Да, как пальчики. Обязательно ему нужно сыграть. Вот, чтобы он послушал, если его это зажгло, обязательно дать ему простейшую мелодию. А ну, какую, например? Ну, вот, как я играл, в трагедии сидел Кузнечик. Очень легко. Ну, по слуху. Легко, с открытой струной. Он пальчики зажимает со слуха. И если он это сыграет, во-первых, он слышал, как это хорошо. И если он почувствовал, что он это сыграл. Получилось, да. Это сразу интерес. Интерес, это все, вот ты закинул крючочек, и потом ты уже можешь. Ну, и смотреть, конечно. Дети разные. Бывают, кому-то понравится, он горит. А бывает, потом не очень. Ну, как правило, редко кто уходит. А сколько идет обучение вообще? Обучение у нас, значит, было, есть трехлетнее, общее такое. И стандартное, пяти и семи. Но к семи дают еще восемь лет иногда. Вот у меня сейчас двое учатся по восьмилетке. То есть такое полноценное. А раньше, когда мы учили, всегда пять лет было. Пять лет этого, в принципе, хватало. Но сейчас очень много программ наделали. Не знаю, надо бы сделать, конечно, синхронизировать. Да, поменьше, потому что люди иногда путаются. Но сейчас у нас предпрофы в основном. Понятно. На семь, на восемь лет ориентиры пошел. А что должен ребенок сыграть? Выпускной же класс какой-то? Он играет как в концерте или индивидуально он что-то играет? Какие мелодии он должен играть? Ну, он играет произведение. Классическое, народное. Ну, например, какое он может сыграть? Ну, например, Баха какой-нибудь, Марш. А, ну, Баха можете нам сыграть? Ну, это я могу. Вот какой-то маленький. Ну, так, первый концерт Баха, но это сложно. Ну, Бах бы и не знал бы, что его мог бы на таком инструменте играть-то. Ну, это вот у нас в училище преподаватель был профессор Чапаренко, вот Иосипов раньше. Они занимались приложениями скрипичных произведений на балалайку. А, кстати, сколько балалайки лет? Ну, ей как... Сто с лишним. Сто с лишним. То есть Бах все-таки постарше? Конечно. Конечно. Поэтому он не предполагал еще, что могут близить. Не, ну... Хорошо. Ну, в общем, выпускной и участвует в концертах. Вот вы руководитель еще Оркестр Русский Лад. Что это за оркестр? Да, Оркестр Русский Лад. Мы... Я когда пришел в музыкальную школу, вот, у нас там просто руководитель оркестр, он пришел в другую музыкальную школу, и вот мне предложили руководить оркестром. Ну, я преподавателем-то еще сразу как бы... Не очень, да? Не очень, да. А тут еще оркестр, думаю... Ну, как-то я согласился, вроде пошло, пошло потихонечку. Вот. Вот, и с 16-го года этот оркестр образовался. Я придумал название Русский Лад. И вот с 16-го года мы уже сделали большой репертуар. Я вот недавно смотрел папки наши. Столько там этих произведений, мы, оказывается, сыграли. А в что входит? Какие инструменты в оркестре? В оркестре у нас балалайки. Вот эта прима. Это самая маленькая. Но есть еще пикало балалайка, но она редко используется. Потом чуть-чуть побольше аккомпанирующая. Да, есть такая. Секунда. Потом еще одна побольше, альт. А вот эта, которая... Потом есть бас балалайка, которая втыкается, она не такого размера. И есть самая большая, контрабас. Да, да. Вот это вот, они большие. Но поскольку детки там на контрабасе очень толстые струны, зажимать тяжело, мы используем бас-гитару. Она по звуку очень хорошо, она технически легко играть. И у нас играют дети, иногда преподаватель, кто как подменяет, кто ребенок, когда она может сыграть. И она технически легкая, и звук качественный. Ну, соответственно, в колонку он играет, и звук очень качественный. А если домры, у нас там домры пикало, домры малые, у нас, вероятно, основные. Домры альт тоже аккомпанирующие, и мелодии идут. Басовые домры такие большие, но контрабасовых у нас нет. Потом баянная группа. Первый баян, второй. У нас еще там два аккордеона есть. Баян-бас, баян-тенор. Группа ударных. Ударная установка, у нас там девушка играет, девочка. Девочка, да? Да, но она пианистка, но она на барабанах играет. Ну, то есть у вас такой интересный набор. Да, да, и еще мы ввели, я ввел клавиши, это инсоник, у нас клавишный инструмент, там все звуки есть. Флейта. А, то есть если чего добавить? Гармошка, да, все натуральное. И вот у нас там флитовая партия, они же очень подвижные. А всегда все слушают и говорят, а где же флитиста? Да, смотрим. Упал в яму куда-то. Ну, у нас там преподаватель на фортепиано играет. Понятно. А вот такой вопрос. Валерий, а что-нибудь вот импортное играли когда-нибудь на балалайке? Какие-нибудь перекладывали знаменитые хиты? Что-нибудь ненародное, скажем так, а общие... Ну, вот мы Баха сейчас услышали, это считаете тоже, да? А что-нибудь эстрадное пробовали играть? Как оно звучит вообще? Ну, это Дэн над водой, ансамбль Ди Перпл. У нас все время это как просто притчевоязыгцы, все в училище все время это играют. Ну, как? Ну, это особо. Ну, да. Может быть, это оригинально. Я как-то раньше увлекался этим, сейчас как-то я уже от этого отошел. Ну, вы помните, да, конец 80-х, начало 90-х, когда приезжали вот все особенно роковые коллективы, они очень внимательно изучали инструменты русские, народные. И, по-моему, даже эти балалайки у них были на всяких постерах и так далее. Ну, просто оригинально на балалайке звучит. Во-первых, живой звук, пальцами, мы же играем пальцами. Вот на домре это медиатором, на гитаре медиатором. Ага. Вот на классической гитаре пальцами, тоже ногтями. А мы играем пальчиками, и у нас живой звук. Более живой звук, то есть пальцами, без всяких призвуков. То есть ты как бы... А от гитары чем все-таки отличаются? Ну, вот с точки зрения именно техники пальцев. Потому что у вас, мне кажется, на гитаре проще немножко добиться этого. Вот вы сейчас делаете такие движения здесь. Ну, на гитаре там, во-первых, шесть струн. Шесть струн. У них основной прием переборами. И плюс у них же ногти, они отращивают. Они ногтями играют. Как медиаторами. А вы играете этим... А мы играем пальчиками, да, там. Пальчиками. 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 Мы пальчиками все играем. И звук, мне кажется, более мягкий такой. Конечно, конечно. Вот. Интересно. Вот такое отличие. Вот если бы Битлз выступили тоже с балалайками, какие бы у них были бы песни. Ну, вообще, я почему об этом говорю? Потому что вот сейчас, когда слушаешь любой живой инструмент, да, у нас разные здесь были тоже представители, аккордеон. И у нас были одновременно и аккордеон, и гармонь. И так интересно это звучало. Я к чему просто веду? Наверное, вообще инструменты, они как бы фрагмент одного огромного какого-то большого инструмента. Мы же слышим, почему нам нужен оркестр. Мы как бы собираем все вместе. Да, да. Вот когда на балалайке, вот, например, даже вот барыня здесь я потом еще сыграю, там слышно и ударные инструменты. Сам бой балалайки, это как будто на бубнах играют. На бубнах. Если тремоло, это как будто там что-то такое, птичка, трельки какие-то поет. На балалайке это все может выразить. А оркестр, чем еще хорош для детей, я заметил. Вот, например, в оркестре сидят дети, есть взрослые, ну, в смысле, старшие классы. Они играют технически сложные партии. А есть маленькие пришли, они играют просто аккомпанемент. Ца, ца, ца. Но когда они слушают все произведение, они же слышат, и у них впечатление, что они это сами играют. Ну да. А это, знаете, как здорово. И они, то есть они играют там что-то маленькое, но они причастны к большому. Вот это, и поэтому детям очень нравится в оркестре. Кстати, хочу сказать, что наконец-то мы добились, шли-шли к этому, и в этом году заняли первое место на областном конкурсе, на московском. Первое место нам дали. Ну мы вас поздравляем. По этому поводу должна прозвучать барыня. Да, наоборот. Да, давайте сейчас мы поздравим всех вашим выступлением. КОНЕЦ 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 Ну, тут просто нечего добавить. Вот так. Продолжительные аплодисменты. Валерий Александрович Калинин, виртуозный балалайщник, преподаватель детской музыкальной школы номер два городского круга Люберцы по классу балалайки, руководитель оркестра «Русский лад», приходите, приводите детей. Ну а мы вам желаем творческих успехов. Понятно, что вы можете сыграть все, что угодно. Мне кажется, это даже оригинально, вот когда ты слушаешь на балалайке то, что ты хочешь услышать, и вдруг неожиданно какая-то мелодия, которая не имеет отношения к балалайке, вдруг звучит совсем по-иному. Вам большое спасибо за популяризацию балалайки. Ну и удачи. Спасибо. Вам тоже. Спасибо за приглашение. Напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»